Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии я Елеман Раймбеков и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Казахстанская журналистика. Информируя людей о проводимых в стране реформах, отметил президент Республики Казахстан. Сегодня казахстанские журналисты с честью выполняют свой долг, проявляя, безусловно, патриотизм. В это непростое время ваша сопричастность к судьбам страны и народа важна, как никогда. Журналисты, которые всегда действуют в эпицентре всех знаковых событий, сегодня также находятся на передовой. Во время пандемии, охватившей все человечество, вы, не покладая рук, работаете бок о бок с нашими медиками и сотрудниками правоохранительных органов. Отечественные СМИ не только информируют весь мир о событиях в нашей стране, но и выступают в качестве связующего моста между государством и обществом. Мы прекрасно осознаем и ценим эту вашу роль. Наше единство нерушимо. Нас объединяют общие цели и крепость духа. Уверен, что благодаря этому мы вместе преодолеем любые трудности, достигнув новых высот в своем развитии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Сотрудникам СМИ присвоили премии и гранты президента Республики Казахстан. Их удостоились главный редактор газеты «Казах Адибета» Даурен Куатов, председатель правления АО «Республиканская газета» Егемен Казахстан Дархан Кадрали, шеф-редактор отдела аналитических программ канала «Хабар» Александр Трухачев и многие другие. В том числе за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации премии удостоился директор телеканала ЖТСУ Серик Сарбай. В своем поздравлении Касмжом Артокаев отметил, журналисты своим трудом отражают переживания и чаяния людей. Труд работников СМИ вносит большую лепту в реализацию концепции слышащего государства. Благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам вы содействуете вхождению нашей страны в число передовых и развитых государств мира. Отметил глава государства. Продолжаем выпуск. 22 мая Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявило о старте конкурса на премию «Жигер» имени известного казахстанского журналиста Бесина Курамбека. И вот в рамках профессионального праздника работников СМИ объявлены победители. В торжественной обстановке лучшие по четырем номинациям получили из рук Министра информации и общественного развития Аиды Балаевой заслуженные награды. Конкурс «Жигер» проводится впервые. Могут участвовать молодые журналисты до 35 лет. Победительницей в номинации «Лучшая публикация на социальную тему» стала Акжелен Рахадинкза, корреспондент телеканала «Алмата ТВ». Я всегда вдохновлялась Бесином Курамбеком. И для меня честь получить такую награду. Делится эмоциями она. После получения диплома я начала стажироваться в программе «Айтугаунай». Бесин Курамбек увидел во мне потенциал и помог мне раскрыться как журналисту. Я безмерно благодарна ему за это. Буду стараться и дальше оттачивать своё мастерство. Бесин Курамбек вдохновлял и воспитал целую плеяду сильных, талантливых журналистов. Призывал быть неравнодушным к проблемам общества, показывая на собственном примере самые яркие человеческие качества. Отсюда и вытекает цель конкурса, которая направлена на выявление талантливых молодых журналистов, содействие их дальнейшему профессиональному развитию в масс-медиа. Конкурс станет большим стимулом для дальнейших вершин. Сейчас в Казахстане растёт немало талантливых журналистов. Большой вклад в это внёс Бесин Курамбек. Поэтому абсолютно верное решение, что учредили конкурс. По итогам жюри в номинации «Лучшая фотография на социальную тему» получила Ольга Бугаёва из «Павлодар Ньюс». Приз за лучшую статью на социальную тему завоевал Азамат Касым из газеты «Егемен Казахстан». Все победители награждены денежными призами и статуэтками. Конкурс «Жигир» имени Бесина Курамбека будет ежегодным, отметила Аида Балаева. Елеман Раимбеков, Ринат Утеев, телеканал «Рецу». С предстоящим днём работников связи и информации, ЖТСУских журналистов поздравил отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения СНН Алматинской области. Бахтежев Сагильдинов пожелал приглашённым творческих успехов и отметил, что именно СМИ являются мостом между обществом и государством, оперативно информируя население о различных событиях в области и стране. Затем они отметили ряд журналистов за честный и профессиональный труд благодарственными письмами. Поздравляю всех своих коллег с предстоящим профессиональным праздником. Желаю им успехов, удачи, творческого роста. Хотелось бы, чтобы было как больше хороших новостей, положительных, но самое главное объективных и актуальных. Хочу сказать большое спасибо всем своим коллегам непосредственно нашему телеканалу, коллективу телеканал ЖИТСУ. Это операторы, звукорежиссёры, видеомонтажёры, режиссёры в студии. Благодаря им мы и получаем именно такие награды. Я очень доволен, что был отмечен именно вот таким благодарственным письмом, так как это в первую очередь внимание всегда приятно, твой труд ценят. Всё большее число молодых людей отдают предпочтение журналистике. Профессия привлекает своей динамикой, креативом, ответственностью. В этом году только в Алматинской области свой профессиональный праздник отметят более 50 мастеров пера возрастом до 30 лет. В числе и герой нашего следующего сюжета Айжан Джайлоубаева. Профессия журналиста «Мечта детства» Айжан Джайлоубаева. Пройдя практику в областной газете «Огни Алатау», Айжан поняла, что хочет работать именно здесь. Основной причиной выбора стал тёплый приём коллектива. Девушка считает, что в хорошем окружении можно достичь больших успехов в работе. Можно сказать, что наш коллектив — это маленькая ассамблея народа Казахстана, потому что у нас многонациональный коллектив. Я очень люблю и уважаю каждого из них. Каждый учит нас чему-то новому. Благодаря «Огни Алатау» я побывала во многих сакральных местах Алматинской области. Даже довелось посетить столицу Китайской народной республики Пекин и в других городах мира. Будучи корреспондентом областной газеты «Огни Алатау», она также публикуется в газете «Экспресс-К» и новостном портале «Нурки-Зет». За четыре года работы девушка успела завоевать уважение старших коллег и зарекомендовала себя как грамотный специалист. За упор на труд и преданность профессии Айжан отмечена множеством дипломов, грамот и благодарственных писем. Материалы Айжан отличаются более глубоким анализом. То есть если она освещает то или иное мероприятие, она не просто констатирует факт происходящего, она аналитически подходит к этому материалу, к этому мероприятию, старается раскрыть суть темы со всех сторон, то есть многогранность проявляется. И еще стоит отметить, что она не узконаправленный специалист. Как у нас частенько бывает такое, допустим, журналист на определенную тему пишет, но если ее, образно говоря, закинуть в другой огород, то многие журналисты плавают. Этого нельзя сказать Айжан. Она может писать и об экономике, и о политике, и криминальные темы, спортивные темы освещать. То есть ее смело можно назвать универсальным журналистом. Как оказалось, молодая журналистка умеет не только писать. Она увлекается сбором алмазной мозаики и изобразительным искусством. Я отношусь положительно к ее работе. Работа есть работа, командировки. На работе всякое было, вызовы. Мы благодаря Айжане узнали, что у нас столько красивых мест, честно говоря. Мы же всегда говорим, вот за рубежом так красиво, за рубежом одно, другое, третье. А у нас в Казахстане сколько интересных мест, где она успела побывать. Она пообещала нам, что вместе можем поехать, отдохнуть. Мечта Айжан объехать и увидеть своими глазами весь мир. А потому она постоянно самосовершенствуется и работает над повышением профессионализма. Дамир Анитов, Ануар Амангельдинов, Надир Хамзин, телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск с событиями в мире. Белорусские правоохранители возбудили уголовные дела против нескольких популярных блогеров. Среди них администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, блогеры из Слуцка Владимир Неронский и так далее. По данным организации, более 10 блогеров задержаны в рамках уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Организация групповых действий, грубонарушающих общественный порядок». Связаны они с событиями в Гродно 29 мая, где проходил сбор подписей в поддержку в движении в качестве кандидата президенты Светланы Тихановской. Второй тур муниципальных выборов состоится во Франции в воскресенье, спустя три месяца после первого тура, а не через неделю, как обычно. Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в график голосования, а также в условия его проведения. Предусмотрен целый ряд санитарных мер, направленных на то, чтобы снизить риск передачи инфекции. Избирательная кампания тоже претерпела серьёзные изменения. Не проводя встреч с избирателями и кандидатом, заметно сложнее убедить людей отдать им свои голоса. Власти города в Мандрагоне, в 60 километрах от Неаполя, были вынуждены обратиться за помощью к военным. После того, как десятки проживающих здесь иностранцев, в том числе и нелегалов, отказались соблюдать карантин. Примерно 200 человек вырвались из зацепленного полицейскими комплекса, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса. Часть из них стала закидывать правоохранителей камнями. Некоторые же не пожелали нарушить режим самоизоляции, но приняли сбрасывать стулья с собственных балконов. Из-за карантина многие остались без средств к существованию. Большинство из зачинщиков беспорядков граждане Болгарии. Обзор зарубежных новостей подготовил Дамир Аннитов по материалам интернет-ресурсов. К другим темам. Историческая драма «Тамирис» выйдет в прокат в 10 странах. Международный дистрибьютор прав показа киноленты Акана Сатаева о Великой Царице Степи компания Airlight Film сообщила о сделках, состоявшихся в Каннах во время международного кинорынка. В итоге проведенных переговоров права показа кинокартины были приобретены целым рядом зарубежных компаний. Напомним, фильм посвящен событиям 6 века до нашей эры и рассказывает историю жизни Великой Царицы Степи, легендарный Тамирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потери близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Кинолента снята киностудией «Казахфильм» при участии компании «Сатафильм» по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В столице уже сутки идет дождь. Если вчера он был мелкий и моросящий, то сегодня ночью проливной ливень буквально затопил улицы города, которые вновь оказались не готовы к капризам природы, передает Хабар-24. Эти любительские кадры сняты на пересечении улицы Иманово и проспекта Республики. Уривень воды подскочил, а ливневки переполнены. Между тем, синоптики прогнозируют, что сильный проливной дождь в столице будет и завтра. По данным метеорологов, порывы ветра в выходные достигнут 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится до 10 градусов тепла. Из-за запрета в объемах экспорта Казахстан потерял как минимум порядка 80 тысяч тонн муки с поставками в марте и апреле. Об этом сообщил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ганн. В конце марта было решено ввести квотирование вывоза зерна. Но за это время на основные экспортные рынки Казахстана вышли российские трейдеры, которые и сейчас в готовности поставляют муку в Среднюю Азию. Казахстанские экспортеры впервые показали себя необязательными партнерами, и это ударило по их конкурентноспособности, считает глава ассоциации. Несмотря на снятие ограничений, экспортные продажи все еще не активны, так как после отмены квот резко упала рыночная цена на муку. В нашей стране она держится за счет высоких цен на зерно. И такая сложная ситуация для отрасли, возможно, будет сохраняться вплоть до нового урожая. Более 2,5 тысяч безработных Алматинской области получили государственные гранты на общую сумму свыше миллиарда тенге. Теперь они предприниматели. В прошлом году они обучились по проекту «Бизнес-постал», реализующийся в рамках государственной программы «Ембек». Подробности в сюжете. Что объединяет салон красоты, мастерскую по ремонту оргтехники и студию по пошиву одежды? Эти и многие другие казахстанские проекты появились благодаря программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Ембек». Главное ее направление – увеличить количество действующих в стране субъектов малого и среднего бизнеса. Обязательное требование государственной программы – пройти обучение. Одно из ее направлений – краткосрочное профильное обучение определенным специальностям, таким как парикмахер, повар, сборщик мебели. Оператор данного курса – Центр занятости населения. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-бизнес» проводится на базе Палаты предпринимателей «Этамикен». Этот проект предназначен для безработного населения, а также для начинающих предпринимателей. Уже мы четвертый год реализуем этот проект. В прошлом году мы обучили 5810 человек. На этот год у нас запланировано провести обучение 2900 человек. В настоящее время у нас, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, этот проект уже стартовал. С 12 июня текущего года по всей республике, в том числе и в нашей области, идет реализация данного проекта. На первый поток у нас обучения записались более 1200 человек. Сейчас они проходят обучение в онлайн-формате. Для участия в программе «Янбек» и получения гранта важно одно условие – огромное желание заниматься предпринимательской деятельностью. Это стремление воплотила в жизнь жительница города Текили, многодетная мать. Она открыла небольшой салон красоты, а программа развития продуктивной занятости стала связующим звеном. В ноябре прошлого года я получила государственный грант по программе «Янбек» и смогла открыть собственное дело. На эти деньги я приобрела все необходимые инструменты и открыла парикмахерскую. Программа помогла мне обучиться и начать работать. За эти полгода я уже зарекомендовала себя, и у меня появились свои клиенты. Работа нравится, потому что она востребована. Программа «Янбек» пришла на выручку и 23-летнему текилисту Султану. Он увлекается ремонтом компьютерной техники. Защитив свой проект, он получил государственный грант в размере полумиллиона тенге и приобрел профессиональное оборудование для своей мастерской. С 2016 года я работал дома, делал компьютеры по выезду. Мало кто знал, и прибыли так уж не было. И работы тоже не было так. И я услышал, что бизнес восстал, есть и там обучают бизнеса и дают стартап. В сентябре месяце я обучился у них. Потом в октябре, как я закончил, как получил грант, оборудование, микроскоп приобрел, оциограф и этот, паяльную станцию, ноутбук приобрел. Мне нравится, что это все так помогает государство с этой стороны, что люди могут продвигать свои деятельности, свои работы. Следует отметить, что за целевым использованием средств, выделенных на государственные гранты, следит Палата предпринимателей. Ее сотрудники на бесплатной основе содействуют оказанию маркетинговых, юридических и бухгалтерских услуг новоиспеченным предпринимателям. Скажем также, что уже за первые пять месяцев текущего года 462 жители Алматинской области получили государственные гранты по программе «Инбек» на сумму около 250 миллионов тенге. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ, Текили. Во всеоружии на период пандемии Талтыкурганский военный госпиталь переквалифицирован под стационар. Теперь здесь могут получать медицинскую помощь не только военнослужащие, но и заболевшие коронавирусной инфекцией. Такие меры предприняло руководство Алматинской области из-за вспышки COVID-19. Уже сегодня количество выздоровших свыше 100 человек. Мы не верим в существование COVID-19. Именно так считала семья Токпаевых, пока неотвратимая болезнь не настигла их самих. Повышенная температура, затрудненное дыхание и постоянная слабость. Эти симптомы мучили супружескую пару на протяжении нескольких дней. Только попав в больницу, они ощутили всю серьезность ситуации. Эта болезнь существует, я сам до последнего не верил, но она есть. Мы испытали ужасные боли во время болезни, думали, что все. Однако вовремя обратились к врачам, и они нас спасли. Спасибо им за это огромное. Сейчас в госпитале работают порядка 60 врачей. В работе с инфицированными они соблюдают все меры предосторожности. Средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, специальные костюмы и очки – они носят практически круглосуточно. Первые пациенты пришли именно в военный госпитал город Алдыкурган с 15 мая текущего года. В период с 15 мая по настоящее время мы пролечили около 110 человек. Все они выздоровели благополучно. Эта болезнь действительно опасна, которая приводит к тяжелым последствиям, к тяжелым осложнениям и, к сожалению, к летальным исходам. В инфекционном отделении для мониторинга состояния инфицированных имеются камеры видеонаблюдения. Неподалеку находится и сам дежурный врач. Кстати, информацию о нехватке койком мест и ажиотаже в больницах не подтвердилось и в госпитале. Сейчас в его стационаре полный курс лечения проходит 18 человек. Дамир Анитов, Рахат Рахмжанов, Телеканал ЖИЦУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова